всем привет друзья на связи как всегда команда ммабет меня зовут роман со мной сегодня андрей здорово андрюх здорово я тут немножко приболел поэтому запишем как получится собственно на повестке у нас юси fight night который пройдет в атлантик сити и главный бой барбоза ли ну начнем мы как и всегда с ранних прилимов и первый бой это тони мартин кейта накамура ну тони мартин по моему мнению весьма и весьма крепкий боец но к сожалению в прошлом бою для него к сожалению проиграл оливеру абину мерсье сплитон вот но мерсье все-таки в последнее время показывает свой рост да и вообще мы по большому счету я его тоже в принципе очень даже котирую но до этого поражения мартин шел на стрики из трех побед подряд в общем мартина и имеет достаточно неплохую борьбу ну в принципе это можно из из его рекорда понять потому что большинство побед у него одержаны именно сам мишными у него вообще в карьере в профессионалах нет ни одной победы нокаутом но в последнее время он как раз доводит бои до решения что касается накамуры японец ну скажем не особо последнего время идет на каких-то стриках он чередует победы и поражения в крайнем бою ему удалось выиграть с плитом алекса марона до этого же были поражение от элиосу залезки победа над кайлом ноуком поражение от тома бриза в общем идет чередование у него причем она прямо именно самого первого боя в юси началось собственно по коэффициентам у нас тони мартин идет фаворитом за 1 и 43 если вот чисто как бы по моему мнению брать я считаю что это оправданно я думаю что тони мартин здесь победит но ты как думаешь андрюх ну мне кажется здесь не все так однозначно в конце концов тони мартин ну на самом деле ничего не сможет показать действительно нового своему сопернику потому что именно с такими парнями он уже привык драться у него много было грэплеров юси у него громадный опыт в принципе у него ну сколько у него боев уже 33 82 один но контест ну реально это огромнейший опыт просто и плюс ко всему стилистически этот парень также ну можно сказать очень похож на тони мартином тоже предпочитает больше грэплинг нежели стойку но при этом может подраться и в стойке я вижу этих бойцов плюс-минус примерно одинаковыми по своему скилу как ты говоришь он там чередовал победы с поражениями но при этом он с залезки показал очень близкий бой который можно было в обе стороны отдать тому бризу он дал нормальный такой бой учитывая то что он просто капитально уступал габаритах своему сопернику и тоню удавалось выходить иногда на доминирующие позиции но предыдущий бой но там в принципе все понятно алекс марона как мне кажется он достаточно сильно похож на тони мартина стилистически у него тоже прекрасные навыки в грэплинге у него весьма неплохой бокс и в целом я думаю то что если отбросить все детали то в принципе этот бой плюс-минус будет похож на него и здесь тоже будет какое-нибудь близкое решение ну тут тогда смотри может быть есть смысл просто здесь рассмотреть ставку то что бой дойдет до решения ну смотря какой коэффициент будет ну сейчас коэффициент на best fight odds 151 в принципе можно я бы рассмотрел под небольшой процент и накамуру за 29 потому что ну это борщ как мне кажется он ну мне кажется стоит не такой цифры явно плюс ко всему тони мартина только отбился с парнем в чем-то похожим на накамуру опять же это тоже грэплер тоже предпочитает вести бой в партере у него пусть там база дзюдо у него хорошие тейкдауны но при этом он также в основном предпочитает бороться не у сетки не биться в стойке а именно бороться в партере так что ожидаю здесь опять же близкий бы ну что ж давайте к следующему бою перейдем мирабд валишвили рики симон или саймон в общем смысл в том что мирабд валишвили должен был драться с августом эндосом вот но мэндос выбыл к сожалению из-за юсады и на замену у нас вышел реки саймон и так кто такой реки саймон ну мы можем в принципе этого парня помнить потому что он выиграл с плитом донована фрэллоу на шоу дан white contender series это было летом семнадцатого года но в юси он к сожалению не попал несмотря на то что у него просто прекрасный рекорд у него кстати замечу в любителях очень такая неплохая длительная карьера без поражений и в профессионалах только одно единственное поражение вот ну вот несмотря на то что он в юси тогда не попал он перешел в организацию лфа сразу же поборолся за вакантный пояс в 135 фунтах против чику камуса на бывшего бойца юси тоже напомню выиграл этот бой очень и очень уверенно и вот следующий бой здесь что интересно он провел совсем недавно 23 марта то есть буквально три недели назад практически но также он свой титул защитил и ну про справедливости ради заметим что сделал он это очень быстро на за 59 секунд поэтому я думаю что здесь ничего страшного нет в том что у него был совсем недавно бой но вообще это боец с ну совершенно универсально он себя отлично чувствует стойки он себя отлично чувствует в партере с чико камусом он показал что у него просто прекрасная защита от тейкдаунов потому что чику именно на этот компонент как правило налегает и старался в бою проводить тейкдауны но у него конечно ничего не получалось что касается оппонента реки мирабд валишвили он успел в юси провести один бой дебютировал против фрэнки сайнза и проиграл ему с плитом бой был очень близкий ну валишвили кстати замечу несмотря на на то что дебютировал дебютировал против соперника уже с каким-то и там именем да он все равно шел фаворитом ну вот немножко не оправдал до валишвили является борцом бояк собственно именно этот свой компонент старается проявить и с фрэнки с сайнзом по сути кроме борьбы он особо ничего и не делал постоянно постоянно пытался вот это вот навязать но далеко не всегда у него получалось плюс там было заметно что он сильно устал в общем рикки саймон 1 и 59 короткое уведомление мирабд валишвили два с половиной андрюк чё думаешь на самом деле сложно здесь сказать потому что с одной стороны мы имеем молодого универсального парня который однозначно еще не вышел на свой пик и в каждом бою может представить совершенно новую форму и лучше чем предыдущий с другой стороны мы имеем опытнейшего спортсмена который имеет борцовский бэкграунд и как мы все прекрасно знаем бойцы такого плана они всегда очень сильны физически они очень стойкие и они твердо идут за конкретным действием то есть за победой в данном случае решением судей как это было с фрэнки сайнзом да как ты уже сказал это весьма весьма сложный соперник был для дебюта и показал он с ним достаточно близкий бой который могли отдать в обе стороны здесь для меня очень сложный на самом деле выбор потому что я не могу отдать однозначного предпочтения ни одному и не другому главным для меня вопросом стоит сможет ли саймон также хорошо защищаться от тейкдаунов как это было в его бою с камусом но мне кажется что все-таки нет поскольку сайнз также является весьма весьма хорошим борцом у него отличная защита от тейкдаунов и сам он хорошо борется но при этом два лишь вели смогу провести 11 тейкдаунов и при этом особо трудности никаких не испытал с этим я думаю все таки сможет он проводить саймона тейкдауны и мы увидим очередной близкий бой и думаю весьма скучный то есть ты здесь склоняешься так победе андердога правильно наверное все таки да потому что если в первый раз он выступил и суди были не на его стороне то в этот раз вполне вероятно если бой пройдет под скажем так ту же диктовку в таком же темпе то вполне могут от победы отдать ему ну я здесь естественно за за молодого и перспективного реки саймона буду болеть но есть вообще как бы если по коэффициенту смотреть то наверное на данный момент у него не очень интересен именно для ставки но что касается опять же тоталов смотри вот бой дойдет до решения 156 как думаешь мне кажется вот этот хороший вариант поскольку двали шли двали швили очень крепкий парень и удосрочить его будет крайне крайне тяжело при этом сам он не финишер у него большинство побед завершились именно решением судей так что если исключить все форс-мажорные ситуации я думаю то что решение здесь вполне вероятный исход да вот здесь полностью согласен я считаю что если на что-то здесь ставит то очень даже оптимальная ставка но мы тогда перейдем дальше здесь нас ждет первый и единственный женский бой в этом карте лесли смит против аспен лет аспен лет на сегодняшний день имеет ну очень такой красивый не битый рекорд 6-0 и в юси она дебютировала в прошлом бою победила лину ландсберг нокаутом во втором раунде как раз в середине напомню что аспен лет до дебюта в юси выступала в организации invicta и ну и вообще как бы помимо организации invicta в своей профессиональной карьере она в принципе больше нигде не уступала точно грубо говоря для вот именно для женщин но можно сказать что у нее она имела достаточно неплохую оппозицию ну вот плюс она имеет за плечами очень и очень такую длительную любительскую карьеру где у нее было только одно поражение от синтии кальвильо в общем несмотря на вот такой вот рекорда 6-0 на самом деле очень даже опытная девушка вот и если я не не ошибаюсь поначалу в инвикте она больше налегала на борьбу ну вот потом постепенно постепенно ударку свою улучшала и в принципе сейчас и в ударной технике тоже достаточно хорошо себя показывает но что касается лесли смит рекорд 10 7 на сегодняшний день ей 35 лет в общем уже достаточно до давно она выступает в ufc с 14 года и с того времени она чередует победа и поражение она встречалась ну достаточно топовыми соперницами и вот крайние два боя после поражения от крис сайборг ну это как бы понятно да здесь и говорить особо нечего вот крайние два боя и удалось выиграть она выиграла и реналдану решением и она выиграла аманду лемос которая к слову на тот момент тоже имела рекорд 6-0 вот ну собственно говоря а спин лет и идет фаворитка за 169 ну вообще заметь что вот она открывалась как нам показывает сайт best 5 вот вообще за 1 и 38 и коэффициент на нее затем быстро скакнул потом спустился и вот собственно сейчас снова поднялся ну андрюк чё думаешь по коэффициентам вообще бой на самом деле третий бой который заставляет меня немножко усомниться в линии я не понимаю почему такие цифры выставили на этот бой в принципе лесли смит она достаточно часто идет андердогом и в принципе достаточно недооцененный боец но при этом ну надо уже понимать что она все-таки достаточно неплохо и плюс ко всему вот можно сказать на раз самое главное отличительная черта на человек с яйцами она однозначно будет идти до конца на крепкая как гвоздь и именно на таких бойцов как правило ставки ставки более всего и оправданы потому что такие люди будут идти до конца не сдадутся в сложной ситуации и кроме этого у нее прекрасная техника с рук она очень неплохо боксирует у нее весьма хорошие антропометрические показатели для этого дивизиона она однозначно будет выше своей оппонентки и я думаю что в стойке однозначно преимущество будет за ней я не знаю лад неплохо дебютировал против ландсберг но ландсберг лично как мне показалось и все не особо то и хорошо себя правило чтобы заносить эту победу в какой-то там невероятный актив да на тк о шнула там я ну не знаю там судья остановил бой там какой-то крик больше ужасный был в тот момент может испугался просто и я не я не знаю ну для меня пока еще скажем так на не слишком убедительное выступление для того чтобы выходить фаворитом против опытнейшей соперницы которая уже повидала ни одного топа в этом дивизионе ну да вообще даже если учитывать да что а спинлэйт в принципе тоже опытная но вот с точки зрения оппозиции конечно лесли смит просто здесь на несколько голов выше в этом смысле но но главное если по на всем хорошим соперницам проиграла еще я понимаю можно было бы как-то оправдать то что девушка в статусе гейткипера она побеждает таких вот второсортных соперниц а всем топовым проигрывает но ведь это не так она убеждает да да но в любом случае я здесь с тобой соглашусь в том смысле что немножко ну наверное не по делу коэффициенты я здесь все-таки думаю что спинлэйт победит но опять же я из-за такой коэффициенты и наверно ну не вижу смысле для себя забирать вот ну а что касается вообще там тоталов ты как считаешь до решения бой дойдет да я наверно не буду здесь рассматривать решение потому что смит очень жесткая наносит очень много ударами и соперница и также весьма активно работает на финиш поэтому ну мне кажется здесь стоит повременить со ставкой на решение ну что ж в таком случае пойдем дальше то что с теми шпинлэйт по миспорту